Ульяновские футболисты, отяжеленные грузом ответственности после безголевой ничьей с Амкаром и поражением от Саранска, в игру вкатывались тяжело. Гости чаще атаковали, чаще использовали стандартные моменты для того, чтобы обострить игру у ворот ульяновской команды, которую несколько раз в игре оставлял голкипер Семен Морозов. Ответное, а главное результативное слово волжане сказали в концовке тайма. После нацеленной передачи Дениса Рахманова Игорь Беляков перевисел защитников в воздухе и головой отправил мяч в ворота Носты. Мы пытались инициативой завладеть, мы старались контролировать, тоже высоко играть, но чувствуется, что все-таки после кубкового матча тяжеловато было. И тот темп игры, весь матч мы не смогли выдержать, но в целом по игре достаточно надежные, однокровно сыгрались. Старт второй 45-минутки остался за гостями. Внушение тренера во время перерыва принесло свои плоды, и футболистам из Новотроицка хватило 6 минут второго тайма для того, чтобы восстановить равновесие. Волжан такой расклад не устроил, и желто-черные предприняли несколько стремительных атак. Алексей Цыганцов перехватил мяч в центре поля, после чего сам же и успел на добивание после дальнего удара Германа Паскина. В итоге, спустя всего лишь две минуты после восстановления равенства в счете, волжане вновь повели. Очень хорошая игра от обеих команд. Особенно мне понравилась игра нашей команды. Мы чуть не вступили лидеру ни по единоборствам, ни по движениям, ни по созданию моментов, а то и где-то их превзошли. Да, отрицательный результат, но мы нос не вешаем, мы видим прогресс, мы видим, что команда у нас растет от матча к матчу. Итоговый счет до конца матча не изменился. «Волга» обыграла новотроицкую Носту со счетом 2-1. Впереди еще один матч в серии домашних игр для желто-черных. Подопечные Рената Аитова 21 августа сыграют против футбольного клуба «Оренбург-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова